Так, всем здорова! С вами, как обычно, Даниил. Сейчас я буду записывать вообще про сампик. Расскажу вам, как подняться именно на перепродажи. И чтобы было всё офигительно. Так, насчёт этого уже попозже. Сейчас будут немножечко вступительные слова, так сказать. Я буду сейчас начинать просто жёстко снимать видео про самп. Играю я на сервере FlynnRP. Вот, так, чтобы всё было просто отлично. Также перейдём сейчас к машинам. Купил я вот как раз-таки Султан. И его я купил за 300 тысяч. Здесь вот у нас ещё тюнинг доступен. Бампера просто стоят. Также я его могу просто перепродать вот таким где-то тысяч за 500. То есть уже 200 тысяч в кармане. То есть я торганулся и купил себе. Я просто взял напросто и за 300 тысяч. Пал с руками и ногами этот Султан. Так, сейчас я скажу вам, как можно просто подняться очень легко. Главное уметь и знать тактику. Также, да, я играю за женский скин специально, чтобы мне могли там тоже типа цену уступить и так далее. Вот. Также я работаю в армии. Это тоже преимущество. Лучше работать в разных фракциях и заходить каждый час, чтобы вам капали денежки. Начинал я вообще с основного аккаунта. Там я накопил 1600 что ли и купил себе вертолёт с парой. Тогда были рулетки отличные. То есть не урезанные бонусы. Там было очень много рулеток. Так, сейчас за последний день, седьмой день, можно будет взять лишь один бонус. Всего лишь один бонус за седьмой день. То есть будет одна базовая рулетка. Вот. Тогда я, кстати, тоже так неплохо на рулетках поднялся. Просто играл по два часика. И помню, выпало 400 тысяч. Ну, это вот так вот помогло мне как раз таки. Я купил себе спару. И полетал, полетал. Мне он что-то надоел. Продал я его... Кстати, вот. Я лично помню цену. Я его купил за 550 тысяч. Продал его за 700. Да. Многие говорят то, что вот, там слишком дёшево, слишком дорого. Так лучше просто подождать. Посмотреть. И по-любому найдётся такой человек, который купит у тебя его за 700 тысяч. Или же продаст тебе за 550. Сейчас вообще цены на спаров упали. То есть его можно спокойно купить тысяч за 500. Ну да, где-то так. Но за 600-650 его уже не продают и никак не продать. Потом я купил Султан ДТ. Где-то за 1800-900. Точно не помню. Вот. Тоже покатался, покатался и обменялся на ЗР-350 ТТ. То есть Султан на ЗР-ку. Вот. С этим ЗР-ом я катался, наверное, дня три. И тоже уже он надоел. И я его пытался продать с дня два. Продавал я его за где-то... 1,3 какая где-то так. То есть лям 300. Продавал я его очень долго. Пытался, пытался. Но в итоге я все-таки его продал. Потом купил Читаху за... Не помню точно. Вроде бы за лям или 900 тысяч Читах. И продал ее как раз-таки за 1 миллион 400 долларов. То есть вот так вот ты поднимаешься. Потом продал эту же Читаху. Купил себе Инфернус. Но при этом еще я как раз-таки зарабатывал денег с рулеток. И зарабатывал просто там работая на комбайне и так далее. Кстати, самая лучшая работа это комбайн. Вот. Также потом этот же Инфернус я продал. И купил себе... Точно не помню. Вроде бы хотринг. Вот. Хотринги тогда, кстати, были очень хорошим авто, можно так сказать. В итоге потом продал я этот хотринг за лям 800. Так как Инфернусы сливают за лям 500 всего лишь там. Так, сейчас надо подготовать. Вот. Продают хотринги за лям 800, а Инфернус за лям 500. Потому что Инфернус, ну это... Его можно в магазине купить госохотринг. То есть он типа уже эксклюзив. Он с магазина там пропал. Как NRG и этот Сенткинг тоже. Только они стоят по 20-40 кк. Вот так вот. Ну я имею ввиду Сенткинг, кк 30-40. И NRG 20 кк 15 вот сейчас. Недавно вот по нашим ценам. Ну, так вот я потихонечку поднимался. Вот сейчас купил Султан. Думаю его продать. Ну, затюнить там так, чуть-чуть спойлер. То есть поставить, краску, да и всё. Ну, для вида, чтобы было. И всё. И продать его тысяч за 600. В итоге у меня будет в кармане. Ну, ещё если считать деньги, то что на тюнинг уйдут. У меня будет 1600-1700. Так же дальше я смогу покупать себе Банши, Читаху и так далее. Так же лучше, намного лучше покупать те авто по дешёвке, у которых двигатель сломан. Ну, то есть там мало процентов, допустим, 50 процентов. Ну, конечно, 50 процентов это много. Процентов 80 хотя бы. То есть вы покупаете, допустим, тот же Инфернус, у которого состояние двигателя 50 процентов за 1кк. Чините его за 1200 где-то. Может быть даже больше. И продаёте его за 1,6кк. То есть за ляу 600. По-любому найдётся такой покупатель, который купит у вас за такую цену. Есть такие люди. Так. Про перепродажи я вам всё рассказал. Теперь давайте я вам расскажу вообще про, что я собираюсь делать в дальнейшем. В дальнейшем я собираюсь стримить про сам. Снимать видосики про сам. Вот. Уже прям серьёзно заняться этим делом. Рассказывать вам, какие работы выгоднее, какие работы лучше. Так. У меня было два аккаунта. Вот этот второй. В общем, я отыграл где-то 400 часов в него. Вот. И не записывал видосики. Также я вам расскажу, как попасть в любую фракцию и что вообще нужно делать. Так же вам нужно писать с заглавной буквы и в конце ставить точку. Это больше внимания на вас обращает. Вот. Поверьте. Вот. В чём нужно будет знать РП термины, РП от игровки. И именно не как вот обычные РП от игровки. Там достал паспорт из кармана и передал человеку напротив. Нет. Вам нужно будет придумывать самому, фантазировать. И то есть придумывать самому именно, что ты там хочешь написать. То есть не вот эту вот банальщину передал паспорт человеку напротив. Но это просто уже реально чушь какая-то. Вот. Но об этом, конечно, будет всё видео попозже. Так же буду стримить просто про сампы в армии. Буду показывать, как попасть в любые фракции. Так же я был в СМИ. В СМИ ЛС. В СМИ СФ. То есть я был в СМИ везде. И во фракцию попасть не очень так уж и сложно, я вам скажу. Просто главное знать и выучить. Так, а про форум вообще. Многие путаются в форуме, сколько вот я сталкивался. Я вам расскажу про в следующих видосиках. Вот так вот. Так же это вообще моё первое видео, так сказать, за долгое время. Не судите строго. С вами был Данил. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.